Я надеюсь, он пополам не развалится Такая волна Вот такая у нас погода, мужики Всем привет, друзья мои! С вами Дивер И сегодняшний видеоролик, видеообзор Будет о приманках, которые ездили с нами в апрельской поездке на Ахтубу А точнее, те приманки, которые отличились в апрельской поездке на речку Ахтуба Ловили рыбу мы с 12 по 20 апреля И в этот промежуток времени рыбалка была довольно-таки трудовой Я бы сказал, сильно трудовой Потому что многие рыбаки, отдыхающие на довольно-таки большом промежутке Я так могу сказать, за 4 базы Мало что поймали И редко, когда ловили тем более трофейную рыбу Щука ловилась Но судак ловился крайне мало и капризно К нему нужно было подбирать ключик Смогли ли мы подобрать ключик? Ловили ли мы больше, чем кто-либо другой? Ну, я не знаю За всеми я не следил И уследить невозможно Ну, судя по инстаграму Судя по выкладке фотографий и видео Опять же, в инстаграме или в ютуб Или там на фейсбук Я могу сказать, что, в принципе, мы отловили не хуже, чем кто-либо А может быть, даже и лучше Почему? Ну, наверное, потому что мы занимались именно поиском Значит, рыбы мы не сидели на месте Возможно, я знаю перспективные какие-то места Возможно, мы подобрали ключик Потому что у нас было очень много разных приманок Хотя, когда очень много приманок С ними тоже довольно-таки тяжело работать Потому что, ну, хочется одно поставить, другое Третье, четвертое, пятое И это порой заводит в такое замешательство И ты проскакиваешь какой-то нужный воблер Ну, а с другой стороны, когда очень много приманок Это тоже дает тебе шанс именно выбора То есть, выбрать, какую приманку поставить И подобрать нужный ключик Может быть, и эта ситуация у нас была Какие приманки отработали, я вам сейчас покажу Это будет такой краткий обзор И постараюсь по ним кратко пробежать Но, повторюсь, значит, рыбалка была трудовой Не все приманки работали Многие рыбаки переключались даже на мирную рыбу То есть, и потом, когда я приехал Мне многие в личку писали И говорили, что, Илья, ну ты вообще рискнул В апреле поехал На самом деле, мы давно уже не ездим в апреле Потому что трудно попасть именно на короткий Вот этот выход, скажем, хищника-судака Потому что вот надо поймать именно то время Когда подача воды идет До подачи воды там Все это сложно как бы совместить И попасть именно в тот момент На сегодняшний момент, это 14 мая Вода еще полностью не пришла То есть, разлива полного нет Когда я уезжал, воду дали То есть, она три дня начинала подыматься И мы думали, вот-вот она придет Жалко, что мы не застанем Хотели задержаться Но хорошо, что не задержались Потому что мы уехали оттуда 21 апреля Сегодня 14 мая И вода полностью не пришла Она пришла, скажем, на половину А может быть, даже и меньше То есть, полного разлива нет Полный разлив планируется где-то Ну, опять же, в зависимости от местности Ну, вроде бы, как планируют открыть дамбы 23-24 мая И держать ее где-то две недели Ну, это опять Гимн сказал Хотя до этого говорили, что 18 апреля Откроют шлюзы Волгоградские, там, не знаю, какие еще там Самарские или какие Вот Но Волгоград, вроде бы, обещал открыть Шлюзы 18 апреля Они были приоткрыты, скажем так И потом опять закрыты Вот как-то так Так что вода еще полностью не разлилась Разлива нет Так вот Мы все-таки смогли подобрать ключик Смотрите мои видео И рыбалка довольно-таки была интересная Познавательная Но Трудовая Итак Все-таки на первое место я хотел бы поставить воблер Это воблер-агрессор Тут Вообще даже говорить не стоит ничего Просто стоит на него внимательно посмотреть И тут можно просто, как говорится, без комментариев Субтитры создавал DimaTorzok На этой приманке уже заменены тройники и заменены кольца Когда я ловил, к счастью, я успел Или, к сожалению Ну, у меня получается, к счастью, я успел заменить только на петельки Значит, кольцо А остальные кольца не были заменены и тройники так же Но я все-таки успел вытащить сома на 27 килограмм до того, как он у меня сошел Если бы это происходило в июле То сома у меня точно бы сошел За 4 минуты Сом сделал с воблером все, что смог, успел сделать То есть он отодрал один тройник полностью Самый первый Просто выдрал его То есть кольцо разогнулось И я даже кольца-то и не видел А тройник остался у него висеть, значит, в губе Вот здесь Значит, средний тройник У среднего тройника был отломан Один из крючков Просто отломан И один так подразогнут У последнего на хвосте было Все цело Но уже разгиналось, значит, кольцо И два крючка на тройнике были разогнуты То есть если бы было в июле И борьба рыба была бы Ну, соответственно, апрельская рыба, она более вялая И толстолоб мы поймали, он вялый был И сом на 27 килограмм тоже вялый был И судаки веловатые такие Спокойные такие были Летом все по-другому И осенью, скажем так То есть рыба более активная И получаешь намного больше эмоций Летняя борьба с рыбой намного задорнее И намного интереснее Весенняя рыбалка, она такая, как бы Ну, вялая рыба Вот Летом бы он ушел у меня точно Потому что за 4 минуты я бы не смог его вытащить Здесь я его вытащил за 4 минуты На этот воблер было поймано сом И множество-множество судаков Судаки были пойманы на 6 килограмм И на 5 килограмм И на 4, и на несколько, на 3 И множество на 2 килограмма Разные были пойманы экземпляры И самое рекордное количество рыб И самые большие рекорды Были пойманы именно на этот цвет И на этот воблер Цвет этого воблера S205 Когда я поехал на Саму, значит, Ахтубу Я даже и не знал Что это за цвет Зелененький и зелененький Я даже и не запомнил Не обратил внимания Теперь я знаю Это мой любимый цвет Это S205 S205 Агрессор 125-й 8 плюс Единственное, сразу говорю вам Меняйте, значит, заводные кольца И внимательно отнеситесь к его тройникам Покраска у этого воблера Я бы сказал, что на 10 баллов То есть, просто По пятибалльной шкале На 5 с плюсом Там, короче, просто уникальная покраска Она держится, она не слазит Она просто достойная Петли у этого воблера тоже достойные Лопата справилась Все на месте Воблер не сломан После таких трофеев Он продолжает ловить рыбу Следующий воблер Это тоже, значит, от Герман В какое бы мы его время не поставили Он всегда приносил нам тоже рыбку Может быть, не очень крупную Но до 2 килограмм мы на него ловили Это вот такой воблер Я не знаю, как он называется Приобретен он был на выставке У этого воблера нет еще имени Фамилии и знаков отличия Но, как я понял Это под Юзури Этот воблер Пока еще, ну скажем Не для всех Экспериментальный Но скоро вроде бы как появится Приобрел я его Когда снимал ролик Про Герман На выставке ВВЦ Значит, мне удалось приобрести Три таких замечательных воблера Теперь я не жалею Два с внутренней покраской И один вот такой Когда мы только не ставили его Он всегда нам приносил рыбку Или на первой дорожке Или на второй То есть он мне очень понравился В апрельской поездке И я его могу тоже рекомендовать Как называется, я еще не знаю Это такой, как капелька Под Юзури 3D Это не плоский крэнк А вот такая капля Вот такой бочонок От Германа Под Юзури 3D капля Следующий воблер Это Уже В каждом В каждом своем обзоре Я его показываю И пережив Очередную рыбалку Апрельскую Я его снова Вам показываю Это мой Мэнс Возможно, я бы его Может быть и поставил бы На первое место Просто ему Время я уделял Ну, вообще мало Но когда я его ставил Он всегда приносил мне Судака Не щуку Ну, к сожалению, не сама А всегда судака И практически всегда трофейного Почему он ловит Я не знаю И почему он ловит всегда Я тоже не знаю Этот воблер Перекрашен А если вот видно По этому пятнышку Он был зеленый И в такую полоску В черную Здесь видно вот Его Ну, сквозь эти пробитые Поцарапанные Судаком Отметки Видно, что он был Такой зелененький Светло-зелененький Какой-то такой Желтеватеньким Желтоватым цветом Почему он ловит Я не знаю Но вот именно Вот этот цвет Я говорю Мэнс Это мой самопальный цвет Он просто Я считаю, что уникальный Я не знаю, почему Из-за этих вот Дурацких точек Которые я ему наставил Точек красного цвета В виде глазок Не знаю Вот такие точки У него еще На морде есть Не могу понять Желтая вот такая Полосочка на пузе Но это вот Мой цвет Это цвет От дивера Я бы сказал Этому воблеру уже 5 лет И 5 лет он меня радует Это мой Любимый Любимый воблер Я не знаю Каким маслом Я его намазывал Я не знаю Что за лак С каким вкусом Я не могу понять Простой Рыболовный лак Жутко вонючий Но сейчас он уже Конечно Не пахнет И Эта приманка Ну Опять Меня порадовала Следующая приманка Это опять Мэнс Вот такой Значит Желтый-красный С такими полосочками Это друзья мои Мэнс Старого образца Когда еще делали Его по-моему В Мексике И в Соединенных Штатах Продавался он Повторюсь В синих Таких бумажных Синие с белым Бумажные коробочки Или в тубусах Сейчас продается Мэнс Немножко другой Сейчас текстурный В таком В пластиковых Таких В запаянных коробках И про них Я сказать ничего не могу То есть у меня есть Несколько воблеров Но они прям Чтобы прям Ух как отличались Я не могу сказать Вот А вот эти старые Если найти где-нибудь На Авито На Ютубе Я рекомендую Всем приобрести То есть Эта приманка Уникальнейшая В свое время Сделана была Я не знаю Почему ее прекратили Делать на этом заводе И перенесли Вот на какой-то Другой завод Эта приманка Просто уникальна Вот этот цвет Красный Желтый Вот такой Он тоже Очень достойный Всегда ловят Этот цвет Эти приманки На Ахтубе На Волге Следующая приманка Это Ее надо обязательно Выделить Я был очень удивлен Этой приманке И на самом деле Никаких Ставок Я не делал На эту приманку И На самом деле Ну даже Скажем Не то что В шутку Просто ради Интереса И ради Прикола Она была Приобретена Наверное Но она Меня поразила На самом деле Внешний вид Этой приманки Очень напоминает Какую-то игрушку Ну вот Елочную игрушку Мне ее напоминает Итак Друзья мои Это кельт Это кельт Атаква Вот такая Внушительная У нее Лопата Вот отметки От зубов Все судаки Были пойманы Именно за последний Тройник За последний И бил он Именно в хвост Не знаю Почему С чем это связано На этот воблер Было поймано За пять дорожек Три судака Были еще поклевки На него в другие дни Но к сожалению Больше не было Ничего поймано Возможно Мы ему уделили Недостаточно времени Я этот воблер Честно Буду еще в июле Пробовать Тестировать И ловить на него Я думаю Что он Покажет себя Еще с лучшей стороны У меня еще Помимо этого цвета Еще два других цвета Но вот этот окушок Меня очень сильно поразил Поэтому Я говорю В июле Я ему уделю еще время Следующая приманка Это тюлька На нее не было Ничего поймано Но Значит Был очень сильный удар И удар Опять в хвостовую часть И Здесь вот Видны отметки Спиннинг Я чуть из рук Не потерял Я не знаю Что там было За чудовище Но спиннинг Я еле удержал В руках Были потом Какие-то вроде бы Потычки Но больше отметок Я никаких не видел На этом воблере Или покраска Вполне Справлялась Или что Но вот эта приманка Дала толчок Именно Сподвигала нас Поставить кельт То есть Сначала была поставлена Вот эта тюлька Был вот этот На него удар Поразил нас всех И я предложил Андрею Поставить кельт И на кельт Он отловился И на кельт Он поймал Три судака Очень доволен Очень счастлив Кельт ему принес Три неплохих рыбехи Скажем В районе двушки Вот Эту тюльку Тоже буду пробовать Таскать еще в июле Я думаю Что он поработает Следующий воблер Который Я бы отметил Это Наверное Рефранер Это воблер Рефранер Который Много у меня Люди про него Спрашивают Ловил Отловился я на него Или не отловился Вот такой цвет Рефранера Желтый с белым Ставил я Несколько других Рефранеров Рефы я их называю Работали они Практически все Но вот этот Реф Отработал Очень 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 Хорошо Принес он нам За все время Повторюсь Мы ловили 8 дней На Ахтубе Где-то Порядка 6 Рыб Разные И щучки попадались И судаки Но к сожалению Ничего крупного Особого не было На него Поэтому Сильно мы его Не Не полоскали Сильно мы ему Время не уделяли Вот Покраска Очень достойная Я вот смотрю Даже отметок Особо Ну у него цвет Такой интересный Что на нем Ничего не видно Но Он не облез Но на него Я говорю Было поймано Довольно таки Хорошее количество Рыбы Относительно Потому что Я говорю Повторюсь Мы много Время не уделяли Единственная Беда У рефранеров Это Ихняя петелька Объясню почему Часто Этот флоблер Выныривает То есть Уходит в штопор Выныривает Уходит в право Или в лево Все по разному Называют И выходит На поверхность Как эту проблему Нужно вылечить Я показывал В видео Которое я выложил Часть первая Именно на рефранере Я показываю Как я его восстанавливаю И как эта болезнь Вылечивается Как это ремонтируется Вот Если воблер Уходит у вас вправо Значит петельку Мы подгибаем влево Если воблер Уходит влево Петельку Мы подгибаем вправо Все это делается Попытаюсь Микронно Следующая приманка Это будет Вот Покажу И застрю внимание На Юзури 3D Крэнк Вот такая Плоская приманка Юзури 3D Кранк Всем она уже известная Тоже она у меня такая Боевая Ловит она тоже Очень хорошо Но по глубинам Где-то в районе 6 метров 4-6 метров Тоже славно Отловился И его могу рекомендовать Нельзя пройти мимо Мимо Сенсуикан От Герман Вот такой именно цвет Рыжий Желтым Тоже значит Принес немалое количество Рыбы Очень много было Поклевок Холостых Возможно из-за того Что два тройника То есть По сути Надо вот эту петельку Перенести сюда поближе к морде Поставить посередине тройник И сюда тройник Тогда будет этот воблер Постоянно ловить Холостых поклевок Будет меньше А так Очень много поклевок Очень много холостых Если допустим Ловить щуку Я думаю Щука-то запросто Все это дело хватает Она берет Агрессивно Проблем не будет А судак Он бьет в голову И тут же уходит в сторону Поэтому много холостых поклевок То есть Тут надо не зевать Поклевка-подсечка Поклевка-подсечка Тогда шанс поймать увеличивается Вот такой воблерок Вот такой Замечательный цвет Сенсуикан Это подмародер От Германа Нельзя пройти мимо Опять же И мимо бандита Почему вы сейчас видите Красный цвет А не мой любимый 31 цвет Потому что 31 цвет Вообще молчал Ничего на 31 цвет Не было поймано На туралку На серебристую Была поймана Всего одна рыбка На этот бандит На красный Но именно на красный Пробовали мы много Вообще Мы упирались в бандит И бандит нас подвел Но Вот на красный цвет Было на одной дорожке 5 поклевок И была поймана На следующей дорожке Значит Одна рыбка Один судак Потом значит Не поклевал Полная тишина Не знаю почему В апреле бандит молчал Красный цвет Бандит Немножко о нем могу рассказать И это воблер Мой любимый Но в апреле Он меня маленько подвел Вот такая приманка От Герман Неплохо отработала На этом воблере Тоже есть вот такие Отметки от судака Это славный был удар Тоже спиннинг У меня чуть из рук Не вылетел Хороший был удар Вот Есть еще тут Тоже вот Всякие Другие поклевки На него Плохо наверное Будет видно Тоже неплохо Вот этот цвет Работал Не знаю как он называется Если тот зеленый Я говорю Меня поразил И я приехал Узнал что этот за цвет И запомнил Теперь наверное Всю жизнь С 205 Зеленый Этот я не знаю До сих пор Что за цвет Ну особо Меня как бы Не сильно впечатлил Но рыбу ловил Так Что еще Что еще Ловили конечно И халки Вот такая халка Неплохо отловилась Неплохо значит Работали Халки белого цвета Тоже я их значит Крашу В белый цвет Просто в белый цвет Даю им тоже Желтые пузы И бока Я им делаю Вот такие широкие Черные полоски Два воблера Я там оторвал Вот самодельные Покрашенные Очень мне на самом деле Досадно Потому что Очень мне получились Такие творческие Хорошие Окраски И мне они очень нравились И походу Очень нравились рыбе То есть Тоже было поймано Ну неплохое количество На них рыб Вот Что сказать Про другие приманки Также мы купали Приманки Джилис Которые в принципе Почему-то в апреле Себя не очень сильно Показали Были оторваны К сожалению Три приманки Тоже Джилис И была одна Поклевка Или две Но Ничего выдающегося Не могу Не могу ничего сказать Какие еще Приманки Либерти Значит Тоже Ставили Вроде бы Как черного цвета Минол Значит Были поклевки Но в итоге Опять им Была оторвана Вот такая Черная приманка Тоже Значит Нам принесла Одну рыбу Приманка Приманка Либерти Что еще мы ставили Ставили Дипшекеры 85-ые Дипкрэнки Ставили 65-ые Тоже значит Они работали Бесспорно Но Мы в них Сильно не упирались Потому что Для меня Это приманки Мелковатые И Они ловили Но Их ставить можно Как будто в апреле Они отработали Но я их просто Опять же Мало купал Приманки Отъездся Это финские Приманки Значит Которые я делал Обзор Они Отлично Работают На них были Поклевки Но К сожалению Глубины С этой лопатой Позволяют Загнать Воблер Только там Порядка 5 метров Вот Дальше У меня Почему-то Не получалось Лопатка Очень узкая Игра Такая Довольно-таки Плавная В этой приманке Поклевки Были Но Поймана Опять же Ничего не было Возможно Летом Когда будет Судак Выходить На отмель То эта Приманка В принципе Будет работать Буду пробовать Эту приманку Вот отъезд Еще ловить В июле Ну а теперь Я вам хочу Показать Свои новые Приобретения Которые я приобрел Благодаря Опять же Вот этому Воблеру 205 цвета Агрессору Меня очень сильно Поразил в апреле И я приобрел Себе Другие Агрессоры Другого цвета Эти агрессоры На самом деле Еще имеют Отличие От старых Агрессоров Тем что Имеют запасную Лопату Пятиметровую Вместо трех Вот такой вот цвет Очень интересный Тор Вот такой цвет Очень интересный Это вот Почему я взял Такой цвет Потому что Мне понравился Как отработал Вот такой Это точная Копия Приманки От Халка Еще раз я вам покажу Вот этот цвет Замечательный И он очень Всегда нравился У Халка Субтитры Все друзья мои Вот Такие приманки Отработали В апреле И вот такие Приманки Я к июлю Себе еще приобрел Планирую Я себе Еще приобрести Шторм Сальмовские Приманки Попробовать Потестировать Возможно Будут приманки Джинспин Возможно Будут приманки Страйк Про Возможно Будут Итумовские Приманки Возможно Будут Матома Много приманок, с которыми хотелось бы мне поработать, и проявляю я к ним, скажем, интерес. Получится у меня или не получится, тут всё как бы там зависит от разных факторов. Так что, друзья мои, смотрите мои ролики, смотрите мои видео. В моих фильмах есть чуть-чуть рекламы, и есть вот столько, в кадр даже не влазит, правды. Так как я снимаю и работаю с теми снастями, приманками, которые, ну, скажем, мне нравятся, и которые реально работают, или чем-то могут отличиться, или себя чем-то показать с хорошей стороны. То есть хочется и самому ловить, и вам порекомендовать именно то, что ловит, и то, что работает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok